Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш пятый урок в понедельной главе Торы ТЦВ. Мы уже разобрали служение коинов и теперь мы подходим к тому моменту, когда Всевышний говорит, как будет работать постоянно храм. Ежедневно, каждое утро мы приносим одного ягненка в жертву. Эта жертва, все сожжения. Ее режут, свяжут, делят на четыре части, сжигают. Шкура достается коину, который ее приносил. Жертва обрызывается кровью, не обмазываются углы жертвы, как в случае жертвы грехащей, а обрызывается. Жировые части сжигаются, сжигаются, туша, все сжигается. И вместе с этой жертвой сжигается и мучное приношение. Берут один амер, это одна десятая эйфы, муки, и смешат ее с четвертью гина оливкового масла. Не пишется, что особой чистоты, как для миноры, обычного. Это смесь, которую мы сжигаем, сначала ее варят, потом пропекают, преломливают, потом сжигают. И возле они вина тоже идет четверть гина. Сколько эти единицы представляют, во всех молитвах разные данные, мы точно не знаем. Есть мнение, что гинн это 6 литров. Есть мнение, меньше пишут. Есть мнение, что амер, который мы сжигаем муки, мера веса муки, это около 2 килограмма 830 грамм. Вот есть такое мнение. Или пишут, что это 3,9 литра. И такое же жертвоприношение мы приносим в посеполуденное время. Тоже одного ягненка, тоже мы приносим четверть гина оливкового масла, четверть гина вина и, естественно, муки, один омер, одна десятая часть эйфы. Вот эти жертвы ежедневные. И если это не суббота, то так это и есть. Если суббота, добавляется еще 2 ягненка, называется это Молитва Мусав. Вот с такими же хлебными приношениями вина и масло приносится он. И пишется, что если это, допустим, праздник Рожходыш, то добавляется праздничная жертва Рожходыша, это у нас два молодых быка, один баран, семь ягнят. И с каждым животным приносится определенное количество муки, допустим, с быком идет уже не один, а мера три. и масло, соответственно, идет идет на нем полгина. Вот. И вина столько же. Вот. С быком, а с бараном идет меньше там. В общем, мы это будем разбирать дальше. Это будет описано в Торе дальше. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться. Но насколько сильны эти жертвоприношения, что пока в храме приносили жертвы два ягненка эти в день, римляне не могли завоевать Иерусалим. Ничего они не могли сделать. Когда у нас закончились ягнята, мы начали покупать у римлян. Там невероятные деньги, какие-то ведра давали римлянам, чтобы они нам присылали ягнят. И они нам мы спускали на веревке со стены ведро скрепостное, они нам на веревке привязывали ягнят. Мы их забирали и приносили в жертвы. И сказали римлянам, что пока евреи будут приносить эти жертвы, вы его никогда не завоюете Иерусалим. И они привязали в следующий раз свинью. Свиня уперлась стены ногами своими и лопнула стена Иерусалима. В общем, они победили. И так сказали в годе написано, что проклят тот, кто обучает своего сына мудрости Иерусалимской и проклят тот, кто выращивает Вот такая интересная года у нас есть. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Продолжение будет на нашем уроке постоянном в час дня. Если будет запись, я ее выставлю. Всем всего самого наилучшего. Сейчас причем для поднятия души. За поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Леви бен Шмуэль, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Анна бот Рим, Каприна, Перл бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ида. За здоровье и за хороший шедух Арон Ребен Двора, Денис Бен Нахум, за хорошую работу Денис Бен Нахум. Всем всего самого наилучшего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы тормой могли распространять, как можно больше делитесь. Всем всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok